Продолжение следует... 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 Ясно, что если такая синтетическая траектория, выходящая из положения равновесия, существует, то положение равновесия, очевидно, неустойчиво в смысле Липуновского определения. Я сразу же такое простое замечание сделаю. И предположим, что существует асимптотическая траектория, которая входит в положение равновесия. Казалось бы, вот эта ситуация несколько контрастирует с той, о которой я сейчас говорю, и вроде бы наличие входящих траекторий свидетельствует скорее об устойчивости, чем о неустойчивости. Но если наш фазовый поток сохраняет инвариантную меру, то тогда в положении равновесия все равно неустойчиво будет по Липунову. Это такой любопытный и несколько неожиданный результат является классическим. И обычно его связывают с именами Швардшильда и Виттлвуда, которые впервые это отметили, как некоторое такое дополнение к классической теории по МТР возвращения траектории вот в таких системах. Конечно, условия, что наша система бездивергентная, можно заменить более общим условием, что наша система допускает инвариантную меру с непрерывной положительной плотностью. А вот ответ на тот вопрос, который я поставил, конечно, отрицательный. Но, оказывается, детали ответа на него все-таки зависят от размерности фазового пространства. Зависят от размерности фазового пространства. Когда n равно 1, то есть у нас система дифференциальных сравнений, просто одно дифференциальное сравнение на прямой, то есть изолированное неустойчивое равновесие, то всегда есть и траектория, которая асинтетически отходит, выходит из этого равновесия. Это очевидно. При n равном 2, вот ответ на этот вопрос положительный. И в этом случае всегда существует асинтетически выходящая траектория, если положение равновесия изолировано и неустойчиво. Это вот результат, очень-то известный классический результат известной теории Панкаре Бендиксона. И он содержится в классических книжках, монографиях. Ну, в частности, его можно найти, доказательства можно найти в классической книге Немыцкого и Степанова, по качественной теории дифференциальных сравнений. А вот, когда n больше, тут вот уже есть о чем поговорить. Если n нечетно и n больше либо равно 3, тогда можно привести примеры бездивергентных систем, то есть дивергенция векторного поля v равна 0, вот с племиальными правыми частями, с племиальными правыми частями, такими, что равновесие x равно 0 в таких системах изолировано и неустойчиво по лимпунову. Нет асинтетически выходящих траекторий ни одной, но есть входящий асинтетический траекторий. И согласно тому, что только я только что сказал, поскольку система бездивергентная, отсюда вот как раз вытекает, в частности, свойственно неустойчиво. А когда n четно и больше либо равно 4, тогда существуют тоже вот системы с нулевой дивергенцией, тоже с племиальными правыми частями, такими, что равновесие изолировано и неустойчиво, так же, как и вот в случае нечетного n. Но нет ни входящих асинтетически дневной, нет ни одной асинтетической траектории, ни входящей, ни выходящей. Вот, стало быть, здесь размерность фазового пространства существенно черная или не черная. И вот, в связи с тем, что вот при n не черном, больше равном 3, в примерах всегда, тем не менее, и такого сорта примеров, есть входящие асинтетические траектории, в связи с этим вот мы высказываем вот такую гипотезу, такую гипотезу, что если n не черно, n не черно, система у нас с вещественно-аналитическими правыми частями, не бесконечно гладкими, а вот более строгое условие мы здесь накладываем, что правая часть вещественно-аналитические, ну, в окрестности положения равновесия. И точка, наше положение равновесия, изолированная. Мы знаем, что всегда существует невращающаяся, я потом скажу, что это такое, асинтетическая траектория, хотя бы одна, входящая или выходящая, входящая или выходящая. Вот что такое невращающаяся, свойство невращения, невращающая асинтетическая траектория? Грубо говоря, эта траектория входит в положение равновесия асинтетически, но по какому-то одному вполне конкретному направлению. Другими словами, если эта асинтетическая траектория сдается функцией x от t, то если мы ее поделим на норму этого вектора и перейдем к пределу, когда t стремится к бесконечности, к плюс бесконечности или к минус бесконечности, в зависимости от того, входящая, это асинтетически входящая траектория или выходящая, то предел должен существовать, и это будет какой-то единичный вектор вот в этой норме. Вот такая юпотеза как бы возникла у нас в связи с обдумыванием всех этих вот вопросов. Ну вот сразу отсюда вот такое следствие вытекает, если мы бы смогли доказать в общем случае это утверждение. Если n нечетно, и система допускает инвариантную меру с положительной непрерывной плотностью, ну в частности дивергенция правой части равна нулю, и тогда все изолированные положения равновесия будут неустойчивы, будут неустойчивы, с учетом вот теорема Швардшильда Литтл-Буда. Вот это следствие, как в качестве гипотезы, было предложено моим бывшим студентом Владимиром Теном в 1998 году. Однажды он ко мне подошел и сказал, что Валерий Алексеевич, а вот так вот, если мы предположим, то по всей видимости будет всегда неустойчив. Честно говоря, это утверждение выглядит несколько удивительным и загадочным, и когда я его спросил, а есть ли у тебя какие-то аргументы в пользу, то ничего, ну такого, что ли, продвинутого он мне не сказал, но интуитивно все правильно. В частности, смотрите, почему это, например, важно, и какие следствия здесь можно сразу предложить. Раз у нас тематика конференции включает и математические аспекты, связанные с механикой, то рассмотрим стационарное течение сплошной среды жидкости в первомерном пространстве. Так вот, положение равновесия изолированное всегда неустойчиво будет. Почему? Потому что поле скоростей стационарное, да, есть у нас уравнение неразрывности, дивергенция ρv равно нулю, если v поле скорости, ρ это плотность, значит, вот все условия выполнены, размерность нечетна, тогда любое изолированное положение равновесия частиц жидкости будет неустойчиво. Мы, Владимир Валерьевичем, в 99-м году опубликовали статью на эту тему. То есть мы привели пример системы дифференциальных уравнений с бесконечно дифференцированными правыми частями, с изолированным положением равновесия, вот, которое в нечетном мерном случае, не менее, будет устойчивым. При этом ряд Тейлора, каждый из компонентов вектора Нового поля, лучший отряд Маклорена, это в нуле разложение мы имеем, он нулевой, он нулевой. Тем не менее, так сказать, вот функции такие мы предъявили в явном виде. Но более интересно и более, я бы сказал, удивительно то, что после доклада на эту тему у нас на семинаре, в институтском семинаре, вот в институте Стеклова, нам рассказали, указали одну статью, в которой эта гипотеза, по сути дела, доказана в случае n равный 3. Это работа Марка Брунелла, 98-го года, которая опубликована была в Эннолс о Фурье институте. То есть вот так интересно, что в одно и то же время практически в разных местах мы, не зная друг от друга, обсудали, собственно, одни и те же проблемы. Правда, вот в этой работе 98-го года, о которой я только что сказал, там доказано только, ну и это уже много, существование синтетической траектории. Но я полагаю, что метод, который использовал Брунелла, может, из него можно вывести то, что эта траектория синтетическая еще и не вращается, обладает свойством невращения. Ну а теперь вот примеры вот тех самых систем, о которых я упоминал выше. Ну вот пусть n равные 3 сначала. Вот в трехмерных пространствах рассмотрим вот такую систему в дифференциальном сравнении с полиминальными правыми частями. Легко проверить, что дивергенция равна нулю. И вот в этом случае равновесие будет изолированным, неустойчивым, неустойчивым. Асиментатически исходящих траекторий нет, но есть и две асиментатически входящие траектории. Это, собственно, вот по оси Z сверху и снизу входят две траектории асиментатических положений равновесия. Кстати, вот в этом случае эта система допускает вот такой полиминальный первый интеграл, что позволяет явно проинтегрировать, кстати, эту систему с помощью классической теоремы Эйлера-Якоби. Сейчас уже эта теорема не так, наверное, известна. Раньше она преподавалась и значилась в курсах по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Здесь у нас 3, размерность 3, есть первый интеграл и еще один инвариант, что сохраняет фазовый объем. С помощью, можно редуцировать эту систему с помощью группы симметрии, группы вращения относительно вертикали. Вот в такой системе на плоскости U, это новая переменная x квадрат плюс y квадрат, а z это прежняя переменная. Вот в этих переменных имеем такую систему на плоскости, вот его фазовый портрет, он нас интересует только в правой плоскости, ну и еще в ось z тоже интерес представляет. Правыми частями, x1, x2, y1, y2, это декартовые координаты в фазовом пространстве. Здесь вот рост индексом k, это сумма квадратов xk и yk, так что это племениально правой части. Дивергенция 0, положение равновесия изолировано и, кстати сказать, неустойчиво. Вот f, это первый интеграл, такой однородный племениальный интеграл. Здесь тоже можно с помощью групп симметрии поворотов вокруг плоскостя x1, y1, x2, y2 перейти к редуцированной системе, вот она таким образом выглядела, вот в переменных R1, R2. Этот многочлен в нечетной степени имеет вещественный корень. Тут для нас важно, чтобы он не совпадал с нулёвым. А мы это свойство, это условие как бы снимаем вот этим условием, что определитель А, то есть f от нуля, отлично от нуля. Тогда, значит, имеет вещественный корень лямбда равный А. Я его обозначу, он либо положительный, либо отрицательный, но уж точно не нуль. Вот тогда по Липунову система имеет вот такое решение. И оно будет асимптотическим, когда тестер имеется к плюс бесконечности или минус бесконечности в зависимости от знака А. Ну и оно не вращается, не вращающееся, потому что вот если мы вот такой предел вычислим, то тогда это будет, конечно, вот такой единичный вектор. То есть в самом простом случае вот все-таки эта гипотеза, она просто доказывается. Ну как просто, по моду, конечно, честно говоря, нетривиальная теорема Липунова. Ну а вот сейчас мы рассмотрим предположные случаи, когда у нас система очень вырождена. Очень вырождена. Вот на креме у него определение квазиоднородного векторного поля. Что такое квазиоднородное векторное поле? Это степень М, целая степень М, с взаимно простыми показателями квазиоднородности, которые я здесь обозначил, G1, так далее, Gn. Ну вот, если, значит, это будет квазиоднородное поле, если и три компонента, все, вот, как говорят, вот такому соотношению для всех лямб. Что это означает? Другим словами, наша система дифференциальных уравнений x точкой равно v от x не изменится вот при такой подстановке вот таких квазиоднородных, инвариантных по отношению к такой группе квазиоднородных преобразований, когда и время тоже вот меняется. Ну, второе вот определение. Гладкое векторное поле v называется полу-квазиоднородным. Если его можно представить в виде вот такой суммы, в виде такого ряда, где v с индексом катле, катле и здесь стоящее, это квазиоднородное векторное поле, степень однородности k с теми же самыми, с одними и теми же показателями квазиоднородности. Ну вот, если мы отбросим, возьмем главную квазиоднородную часть, остальное отбросим, эта вот система часто называется квазиоднородным укорочением нашей исходной системы. вот такой пример. Вообще вот квазиоднородная структура, она может вводиться разными способами. Ну вот, например, x1 с точкой это x2 в квадрате, а x2 с точкой x1 в кубе. Ну вот, если мы положим показатели квазиоднородности равны единице, тогда m, естественно, взять равны двойке, чтобы вот эти соотношения выполнялись для этой системы. И квазиоднородное укорочение будет такое. Первое уравнение на месте сохраняется, а другое просто вот x2 с точкой равно нулю. Вот это вот в данном случае даже однородное поле будет. А если мы введем по другому квазиоднородную структуру, показатели квазиоднородности положим равным 3 и 4, соответственно, тогда, чтобы эти соотношения выполнялись, m надо положить равным 6, и система вот эта вот вообще будет квазиоднородной. Вообще будет квазиоднородной. В точном смысле. Ну вот такая теорема. Предположим, что v это гладкое полуквазиоднородное поле вот в этом смысле. И пусть x равное нулю, начало координат, изолированная, изолированная нуль вот этого квазиоднородного поля, квазиоднородного укорочения. И n не черная. Тогда существует всегда хотя бы одна невращающаяся синтетическая траектория. Вот в этом случае. Ну вот в двух словах, как это, так сказать, доказывается, при чем тут изолированность и не черность фазового пространства. Ну, смотрите. Изолированность нам нужна в том смысле, что если... Изолированность откуда возникает? Что если главная часть вот это квазиоднородное укорочение имеет изолированную нуль, то вот члены более высокого порядка на это свойство не влияют. Ну, а вот теперь как вот нечетность использовать? Смотрите, здесь полагические соображения уже играют. Ну, давайте вот будем считать для простоты сейчас, чтобы продемонстрировать вам основную идею. Пусть все показатели квазиоднородности между собой равны. G1 и так далее. GF. Тогда вот я говорил все время о квазиоднородное укорочение. Тогда надо говорить просто о однородном укорочении. Ну вот возьмем простую нашу систему. X точкой, упрощенную, равно VAT. V с индексом M. Окружим наше положение равновесия единичной сферой с центром вот в начале координат. В каждой точке нашей сферы у нас есть векторное поле V. Мы его можем разложить на две составляющие. На составляющую вдоль луча, да, который выходит из начала координат. И на составляющую, которая касательна к этой сфере. Касательна к этой сфере. Значит, а теперь вот смотрите. Значит, касательное векторное поле, составленное из этих вот касательных составляющих, оно будет касательное векторное поле к окружности четной размерности в данном случае. А раз так, то по известной топологической теоремии, это касательное векторное поле будет иметь нуль хотя бы. А значит, хотя бы в одной точке, хотя бы в одной точке нашей сферы вот это вот, наше исходное однородное поле VAT направлено вот по радиусу, по этому лучу. А раз так, что тогда в квазиоднородной нашей системе, которая является укрощением нашей системы, у нас имеется асимпатическая траектория в виде луча. Но дальше уже дело техники, кстати, не такой уж и простой, значит, доказать, что и в общем случае у нас будет асимпатическая траектория в полной системе, которая, конечно, уже не будет лучом, а будет вот луч, это будет хорошим, как говорится, вот первым приближением нашей асимпатической траектории. Вот так вот ситуация выглядит. Ну и полезно рассмотреть типичный случай вырождения, когда у нас имеется всего, среди характеристических корней, всего один нуль. Ну давайте его и рассмотрим. С точки зрения проблем устойчивости, это классическая проблема, которую Липунов рассматривал, это случай, задача об устойчивости систем с одним нулевым корнем. А мы рассматриваем, честно говоря, более сложную, великатную задачу существования асимпатической траектории, да еще, которые не вращаются. Вот в случае одного нулевого корня, пусть n размерность течет на 2p плюс 1, и координаты мы занумеруем x1 и так далее, x2p, а одну координату выделим, которая будет отвечать как раз этому нулевому корню. И вот в этих координатах, их так можно всегда выбрать, система наша будет иметь такой вид. Это bx, b это некоторый оператор, а это некоторое число, b это некоторый вектор, альфа тоже, нет, а виноват, тоже вектор, размерности 2p, а альфа число. Вот в таком виде можно, значит, выбрать. И вот рассмотрим такую матрицу c. Это b, вектор а, это строка, составность компонента вектора b, альфа число. c это, не надо, конечно, путать, что это, значит, матрица реализованной системы, или это нет. Это вот просто некая матрица. Значит, мы должны предположить, что b отлична от нуля, иначе у нас не один нулевой корень будет, а несколько, а мы в случае отлетаем. Ну вот такое свойство, что особая точка вот этой системы икс и з равны нулю, изолирована в положении равновесия, если вот выполнено одно из двух, это эквивалентные, так сказать, вот свойства. Либо матрица c не выражена, либо число c маленькое, альфа минус вот это вот скалярное произведение, отлично от нуля. Отлично от нуля. Вот. А вот давайте рассмотрим квазиоднородное укорочение этой системы. Оно будет иметь вот такую гибридную структуру. Значит, это в данном случае у нас несколько 2p будет алгебрейщикой уравнений и одно дифференциальное уравнение. Вот если мы квазиоднородную структуру ведем вот таким образом, все g, отвечающие координатам x1, так далее, 2p, положим равным 2, а последнюю единица. Значит, просто вот эта вот система, значит, она будет инвариантна при вот таких преобразованиях. И этот случай, он оказывается более сложной, чем в теореме 2, когда там в качестве квазиоднородного укорочения получается система дифференциального уравнения. А здесь алгебраическая и дифференциальная. Ну, вот если возьмем вот эту гибридную систему, простой, то она имеет два асимпетических решения. Вот они здесь вот. Выписан x как вектор, вот стремится к нулю, как 1 делить на t квадрат, а z как переменная, как 1 делить на t. И когда t стремится к плюс бесконечности, и когда t стремится к минус бесконечности, это будет асимпетические решения. И вот такая диорема. Предположим, что выполнено следующее условие, что правые части нашей вот этой системы вещественно-аналитические, вещественно-аналитические. Дальше, вот второе условие, что определитель b отличен от нуля, но я сказал, иначе несколько нулевых характеристических корней. И c, вот это вот число отличено от нуля. То есть, вот эта вот вещественная, вот эта вот система, ну в общем, вот эта система исходная, чтобы так проще сказать, имела изолированное положение равновесия. Тогда наша система допускает два решения в виде асимпетических разложений, когда время t стремится к плюс бесконечности и минус бесконечности. Следующие формы. Вот здесь вот по x и z сначала стоят асимпетические решения вот этой вот оборванной, укороченной системы, гибридной, если так можно сказать. И плюс вот такие вот ряды по обратным степеням t, а коэффициенты, логарифмы, виноваты, полиномы, полиномы по логарифму времени. По логарифму времени. И в качестве следствия можно сказать, что вот при этих условиях система имеет входящие и выходящие не вращающиеся асимпетатической траектории. Почему они не вращаются? Ну, потому что тут вот эти вот разложения простые, собственно, все определяется только вот этими начальными членами. Просто доказывать теорему или сложно? Ну, на мой взгляд, все-таки это содержательное утверждение, которое доказывается не совсем, ну, я бы сказал, не совсем просто, или, сейчас вы поймете, совсем не просто. Значит, ну, во-первых, откуда логарифмы берутся? А давайте рассмотрим, ну, вот совсем простое, простое вравнение на прямой. Z это одна переменная. Ну, вот выразленное равновесие в том смысле, что линейного члена нету. Но это, тем не менее, изолированный нуль и неустойчивое положение равновесия. Вот оно имеет вот такое вот решение. A это коэффициент. 1 делить на t плюс A логарифм t делить на t в квадрате. Вот если бы этого слагаемого не было, было бы что-то Z четвертый, плюс и так далее, то тогда наше вот это вот асимпетическое решение не содержало логарифмов. А в типичной ситуации эти логарифмы всегда присутствуют. А следующий момент, это вот он с чем связан. Вот эти вот ряды, которые я написал, которые можно последовательно итерационным способом найти, сходятся они или расходятся? Они, хотелось бы, чтобы они сходились, поскольку правые части аналитичны, и тогда, так сказать, они будут представлять настоящее решение. А они зачастую расходятся. Расходятся. И это вот существенная проблема, как действовать дальше. Вот в качестве простого примера на плоскости я взял систему такого вида, как я рассмотрел, линейные слагаемые, один нулевой корень, а это квадратичные слагаемые. Вот такое формальное решение. z это k минус 1 футбол на t, а x это 1 делить на t минус z. То есть это тоже ряд по обратным степеням t и разница исходимости этого ряда, как мы понимаем, равен нулю. Расходятся. Расходятся. И что делать будем? Ну ничего. Мы можем вот просуммировать этот расходящийся ряд с помощью, например, метода Борреля. Это вот сумма Борреля нашего расходящегося ряда. Вот такое интегральное представление есть для решения этой системы. А x от t будет 1 делить на t минус вот этот интеграл. Если мы будем последовательно интегрировать, как говорится, по частям, то мы из этого интеграла развернем, так сказать, вот расходящийся, всюду расходящийся ряд. А как доказывать тогда теорему о сходимости, не о сходимости, а о существовании ассинтетических решений в общем случае? Вот есть и замечательная теорема. Я думаю, к сожалению, она не очень хорошо известна. Теорема, которая принадлежит Кузнецову Алексею Николаевичу, ученик Пламодова, Виктор Павловича, который доказал совершенно замечательную теорему о том, что если у нас есть аналитическая система дифференциальных уравнений, и у нас, и мы нашли решение в виде ряда, скажем, по обратным степеням t, я немножко упрощаю формулировку, а коэффициенты пронимяльного времени зависят, пронимяльного времени зависят, то тогда, формально, которое удовлетворяет нашему нашему уравнению, системе уравнений, тогда существует обязательно обязательно решение, настоящее решение ассинтетическое, для которых эти ряды будут ассинтетическими представлениями этих решений. Этих решений. Вот. И последнее замечание, я так скажу, вот существование ассинтетических решений можно разными способами, в разных формах представлять. Одна из них, это вот классический результат Красовского, Николая Николаевича, что если вот у нас есть, мы нашли функцию Читаева, В, В большой обычно обозначается, В с точкой больше нуля, где В само больше нуля, и В больше нуля всегда в некоторой окрестности положение равновесия. Тогда положение равновесия неустойчиво. А если мы, ну и этого мало для того, чтобы сказать, что существует выходящее ассинтетическое решение. для этого нужно больше потребовать в теореме Красовского, что В с точкой производной силы системы больше нуля в области, где В больше либо равно нулю. Где В больше либо равно нулю. Вот так это выглядит условие существования синтетических решений в терминах функции Читаева. Но как мы видим, что вот на уровне размерности фазового пространства все же здесь связи более такие интересные и нетривиальные. Ну вот, коллеги, это, наверное, все, что я хотел сегодня вам рассказать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТИЕ